Привет друзья! На дворе май, а это значит пришло время нашего лунного календаря огородника. Сегодня мы разберем даты, когда же лучше всего высаживать рассаду, для того чтобы она росла крепкой и дала как можно больше урожая. А также узнаем, когда лучше всего производить основные посадки в открытый грунт. Выделим дни, больше всего подходящие для работ по рыхлению и обрезке растений, чтобы не навредить им, когда пересаживать многолетники и когда удобрять наши растения. В общем массу полезностей для любого огородника, с учетом конечно же лунного календаря. Для начала скажу, что месяц начинается с убывающей луны и до 8 числа. 8 числа у нас будет новолуние, после него у нас начинается стадия растущей луны, вплоть до 22 числа. А 23 мая у нас будет полнолуние. 8 и 23 это те дни, в которые заниматься растениями крайне нежелательно, так как растения замирают и все процессы у них перенастраиваются. В мае очень много работ в саду и в огороде. Первое, за что берется любой огородник, это вспашку и рыхление. Лучше всего это делать 1, 2, 5, 8 и 9, а также подойдет 28 и 29 число. В эти дни можно эффективно бороться с сорняками, например стричка зоны. Это те дни, когда подстриженные и поврежденные растения станут расти намного медленнее. Уже ранней весной лучше всего начать борьбу с такими сорняками, как одуванчик, подорожник, мокрица, пока не окреп стебель. А вот формировать растения для того, чтобы они не прекращали свой рост, а наоборот, кустились и становились пышнее и краше, лучше 14, 15, 17, 18, 19, а также 24 и 26 числа. В эти дни можно производить и обработки от вредителей. Только будьте внимательны, успеете сделать эти обработки до начала цветения, особенно если у вас жесткие препараты. Нам нужно не навредить нашим опылителям и всегда изучайте этикетки перед использованием. Минеральные и органические подкормки в мае лучше вносить 11, 12, 16, 19, 21 и 22 числа. Это те дни, в которые растения будут усваивать их лучше всего. Основные правила внесения это, конечно, прогретая почва. В холодной почве они просто не смогут усвоиться нашими растениями. Перед внесением подкормки проверьте влажность грунта, чтобы не сжечь корневую. Грунт должен быть пролитый заранее. Пересадкой и делением многолетников можно заняться 17 и 18, а также и 26 числа. А теперь мы добрались до самого главного, когда же нам высаживать нашу рассаду и сажать основные культуры. Рассаду, которая не боится похолоданий, например, капуста и томаты, можно высаживать 9, 11 и 12 числа. Томаты перед высадкой в теплицу лучше закалить, а если вы высаживаете в открытый грунт, то лучше ее пока прикрыть дугами и спандбондом. Погода у нас непредсказуемая и будет очень жалко, если с нашей рассадой что-то случится. Также беспроигрышные дни 21 и 22. Ну и, конечно, самый лучший день для высадки рассады это 30 мая. Что же касается других посевов, например, корнеплодов, такие как картофель, а также свекла, морковь, редис и клубневые цветочные культуры, посадить лучше всего 3, 7, 8 в дни убывающей луны. Или, если не успели, это можно будет сделать 19, 20, 27 и 23. У растений, посаженных в эти дни, формируется отличный корень и они дадут хороший, сочный, сладкий урожай. Бобовые лучше сажать 9, 10 или 19 числа, а также такие растения, как клубника и все остальные, которые имеют усы, включая дыни, тыквы и огурцы. Для них это самые удачные дни. Обязательно делитесь своим опытом, задавайте вопросы, всем обязательно ответим. Спасибо за лайк и подписку. Хороших вам урожаев!